Довольно распространенная ситуация, когда в порыве гнева, эмоций, муж дает жене развод, проговаривает антиталиг или я с тобой развелся, развожусь. Как быть, считается такой развод разводом или нет? Здесь можно многое говорить, тем более, что за 14 веков, более 14 веков, многие тысячи мусульманских богословов делали акцент на то или иное, высказывали свои мнения. Но все-таки центральном и в том числе, которое имам аль-Бухари, например, в своем своде хадисов выделил прямо в отдельную тему. Основное мнение то, что, когда человеком овладевает гнев, он не контролирует свои действия, слова, чувства, все то, что он говорит, не принимается в расчет. Гайр-му-табар. Не принимается канонически в расчет. Тем более, имам аль-Бухари, как раз эти слова ставит прямо поставил в названии главы, а сам хадис, он есть в своде хадис Ахмада Абу-Дауда Ибн-Маджа и Аль-Хакима. Например, у Ибн-Маджа, цитирую, пророк Мухаммад – нет развода в закрытости, нет развода в закрытости, подстрочно. Эту закрытость поясняли, что это, чему это, и основное, что пояснялось в том числе и имам аль-Бухари, и многие другие имамы четырех мазхабов, это именно гнев. И вот интересный один комментарий есть по поводу закрытости, очень авторитетный, что если муж в таком состоянии гнева дал жене развод, необходимо ему спросить у себя, собирался ли он, этот мужчина, давать жене развод на самом деле. То есть, когда он придет в себя, успокоится, поспит, на следующий день, на утро подумает. И вот если, опять же в комментариях говорится, если человек в таком состоянии, в той или иной степени гнева, сказал развод, но через день пожалел об этом, то значит, он был в состоянии закрытости. И этот развод не считается вообще. Имам аль-Бухари в этой же главе, среди многочисленных цитат, там по разным ситуациям, когда не засчитываются действия людей, в том числе приводит слова ученящего сподвижника, пророка Мухаммада , сподвижника ибн Аббаса. Атталаку ан ватар – развод, он через ватар, ватар – это цель, переводится, и ватар – желание. То есть, если было у человека желание разводиться, то это, да, развод. Но если в том или ином эмоциональном состоянии он, что крайне неправильно, неэтично, невоспитанно с точки зрения ислама, применяет слова развода в ситуации каких-то конфликтов или ссор. Но все-таки человек применил, в той или иной степени находясь на том или ином уровне гнева, он это применил. Так вот, если потом он проанализирует, когда уже себя придет и успокоится, и вспомнит слова ибн Аббаса . Развод через желание. Ватар, в том числе переводится, как цель. То есть, была ли у него цель разводиться, было ли желание разводиться или нет. Если не было, то такой талак вообще не считается. И, в том числе, в заключении, сам материал, подробный, ссылками с носками, вы почитаете на ума.ру. Под видео будет соответствующий переход. Но, в заключении, напомню, известнейший, один из центральных хадисов в мусульманском богословии, хадис, который, как раз, имам аль-Бухари, в том числе, упоминает его, этот хадис, и не только он, когда эта тема расписывается. Упоминает о том, что, вот, он прямо ставит после названия главы, самым первым. То есть, он не дает, прямо-таки, весь хадис, он в других местах упоминает. Но он дает, вот, этот фрагмент, центральный фрагмент известнейшего хадиса, вот, в этой вот главе, которую он назвал и далее, 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 далее. То есть, развод в закрытости. И, в самом первом, что он упоминает, хадис, достоверный, о том, что Пророк Мухаммад, алейхи салава салам, сказал . Дела по намерениям, они учитываются, они фиксируются. За них вознаграждение, воздаяние, соответствующие следствия, результаты. Дела по намерениям, было ли намерение, желание разводиться. Дела по намерениям, говорится в хадисе. . И каждый получит то, что он намеревался. То есть, учрение божественного сдаяния, наказание, возмездие, результат. Подробно переход под видео на ума.ру. . 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